Всем здравствуйте! Сейчас мы посмотрим, что вас ждет на этой неделе. Что у вас на этой неделе? Будет что предстоит. Первая позиция, вторая позиция, третья позиция, четвертая позиция. Что вас ждет на этой неделе? Первая позиция. На этой неделе вам нужно взглянуть на ситуацию с другой стороны, чтобы найти на нее ответ. Потому что на этой неделе будет такая ситуация, которая длится уже давно, и вы находитесь в таком состоянии, когда вы не знаете, что делать. То есть на этой неделе возможно даже такое, что все, что происходит, оно не будет зависеть от вас. Вы бы даже хотели что-то изменить, что-то сделать, но вы не можете. На этой неделе все зависит не от вас, а от событий, которые происходят вокруг, от людей, от событий, от ситуаций. Вот от всего, что вокруг крутится, вы не можете на это повлиять. Поэтому вам нужно посмотреть на все с другой стороны. Вам нужно посмотреть на все с другой стороны и нужно действовать. Вам нужно пытаться действовать все равно, независимо от этой ситуации. Но здесь, возможно, вы чем-то пожертвуете. Здесь, возможно, какая-то жертва, жертвенность. Ваших интересов. Кстати, вы, возможно, здесь, чтобы решить какую-то ситуацию, чтобы как-то пойти дальше, вам, возможно, здесь придется пожертвовать своими интересами. Итог будет такой, что стремительнее какой-то. Отдача будет очень быстрая. Очень быстрая будет отдача. Что же вы получите? Вы получите удовлетворение. Вы получите полное удовлетворение. Как только вы решите с чем-то пожертвовать, да, своими интересами пойдете дальше, вы как-то сразу ответ придет, сразу реакция будет. И вы будете довольны. Да, здесь вот такой вот на этой неделе. Такая у вас неделька. Вторая позиция. На этой неделе у вас. На этой неделе вам предстоит конкурировать с конкурентами, возможно, отстаивать свою позицию на работе, в жизни, неважно где, просто вам предстоит отстаивать свою позицию, свое мнение там, свои границы. Возможно, это касается сердечных дел. Возможно, вам придется отстаивать свои интересы в сердечных делах. Здесь вам предстоит разрушение чего-то и уход. То есть, какая-то ситуация, какой-то ситуации в вашей жизни придет конец. Просто она уже все разрушится, и вы уходите с этой ситуации, вы идете на какой-то новый уровень, на что-то другое. Какая-то ситуация разрушается, все меняется, и вы идете дальше, вперед. Что-то вот такое происходит. Совет, принимайте решение, вот скорее принимайте решение, просто вот. Принимайте решение так, как нужно вам. Возможно, вы ждете какой-то информации, которой вам не хватает. Как будто вы в тупике. Вам нужно действовать, вам нужно принять решение какое-то. Вообще все в ваших руках здесь. Вот вы принимаете решение и действуете. Здесь все в ваших руках, вот вам придется отстаивать свои позиции. Вот свое мнение, вот что-то свое вам придется отстаивать. Принимайте решение, вам нужно резко принять решение. Найдите нужную вам информацию, принимайте решение. Возможно, какая-то новость к вам придет нужная, и вы наконец-то примете решение. Вы почувствуете, что вы можете все. И вы действительно можете все. Будете что-то отстаивать на этой неделе, что-то свое, бороться за что-то. Третья позиция. Что вас ждет на этой неделе? На этой неделе будут происходить события, которые сделают вас сильнее. Вы найдете, вы можете найти, вы можете найти, не найдете, но вы можете найти ту работу, которая вам будет нравиться, встретить того человека, который вам понравится, с которым вы найдете общий язык. Работа вас тоже будет устраивать. Что-то такое произойдет. Возможно, какие-то тяжелые события, но с которыми вы справитесь. Вы вообще на этой неделе справитесь вообще абсолютно со всеми событиями, со всеми трудностями. На этой неделе вы будете потихоньку двигаться к своей цели. Вас что-то расстраивает, как будто вы не можете чего-то получить. Вы уже набили шишки, и вас это расстраивает. То есть вы уже закрываетесь. Вы уже закрываетесь и думаете, ну все, не надо мне этого. Я уже знаю, у меня это было. Здесь правосудие пришло. Все на свои места она все расставит. Если она все разрушит, все расставит на свои места, вы получите как бы по заслугам. Вы здесь, возможно, чего-то не видите, чего-то не знаете. Это касается чувств. Вы чего-то не знаете, интуиции. Что-то вы, возможно, чувствуете, но вы не знаете до конца. Вам, возможно, это и не надо знать, кстати. Вам это и не надо знать. Это может касаться и финансов. Это может касаться и внутреннего состояния, и партнерства, и тут все что угодно может быть. Но вы чего-то не знаете. Что нужно сделать, чтобы узнать недостающие? Вам нужно отпустить то, чтобы идти в новое. Вам нужно отпустить, идти в новое и сосредоточиться. Те, кто семейный, на своей семье сосредоточатся. Или сосредоточатся на себе, на своем достатке, на зарабатывании денег. Нужно пойти новой дорогой. Подумать, как можно сделать свою жизнь более комфортную. Ну да, нужно много действовать. Вы должны знать, чего вы хотите. Вам нужна цель в жизни. Вы должны знать, чего вы хотите. Вы должны быть активны, амбициозны. И вот, все в ваших руках. На этой неделе вы можете действовать. Все ситуации, которые будут происходить, они сделают вас только сильнее. Четвертая позиция. По четвертой позиции у нас здесь человек будет сражаться. На этой неделе у вас, возможно, будут какие-то конкуренты по работе. Вы будете сражаться на работе. Вы будете отстаивать свои интересы. Вы будете, возможно, у вас какая-то внутренняя будет борьба. То есть это может быть не только внешнее. Вы будете на работе с кем-то сотрудничать, конкурировать. Вы будете что-то доказывать. Возможно, и внутри вы будете бороться сами с собой. Что-то будет происходить, что вы... Вот так. Это, возможно, касается работы. На работе, как будто, понимаете, как будто все рухнет. Как будто вот эти... То есть работа вам надоест. Вы как-то вот подумайте, что все эмоции погибли. Вам очень тяжело, понимаете? Как будто вот... Вот это все желание работать, оно все рухнет. И вы подумаете, что вот вы столько сражаетесь, столько на себя нагрузили, столько ответственности, или на вас нагрузили, столько ответственности, или уже... То есть вам это очень тяжело. И вы эмоционально будете перегорать. Вам это будет тяжело. Очень-очень. А у вас есть желание развиваться, понимаете? Вы хотите развиваться, вы хотите много зарабатывать. Вы очень хотите быть независимым человеком. И зарабатывать столько, чтобы обеспечивать себя, и чтобы на все хватало, абсолютно на все, чтобы быть независимым человеком. Для этого вам нужно быть амбициозным, принимать решения. Нужно решительно, быстро. И вот эти шансы, которые перед вами, да, нужно не упускать. Здесь как-то вы ждете, вы разочарованы во всем, да. Возможно, вам нужно с кем-то сотрудничать. Возможно, вам нужно быть не... Чтобы вы были не один. Не одному идти к своей мечте. Вам нужно прислушаться к интуиции, к внутри, чего вы хотите. Если вы будете идти к тому, чего вы хотите, то у вас может получиться так, ну, то, что все в ваших руках, это 100%, но оно может крутиться то в плюс, то в минус. То есть, то все хорошо, то все плохо, и вы то разочаровываетесь, то наоборот думаете, все будет нормально, да. Но вы держитесь одного направления, и все будет хорошо. Вы достигните того, чего вы хотите, понимаете. Вы будете очень довольны. Принимайте помощь от людей. Если такая возможность будет, да, если будет такое, то принимайте помощь от людей. Идите куда-то вперед, понимаете. У вас неделя борьбы. Борьбы. И внутренней, и за ресурсы. У вас тут страхи, вам нужно перестать бояться. Страхи, что вы не сможете так кальфовать, как вы хотите. Понимаете, что в работе у вас не получится. Вы будете разочарованы. Здесь вы чего-то не знаете, но со временем это придет. Сейчас просто не время. Двигайтесь в своем направлении. Такой получился расклад. Спасибо, что вы посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока! Пока!